В Карачаево-Черкесии начались выборы. Свыше 85 тысяч избирателей зарегистрированы в Черкесске, как проходит голосование в республиканской столице. История нашего края теперь на бумажном носителе. Для школьников 5-7 классов ввели новый региональный курс по истории «Главные задачи и цели». «Тише едешь, дальше будешь». Сотрудники ГИБДД провели ежегодную акцию «Внимание детям. Каковы основные причины ДТП на дорогах с участием детей?» Гостеприимному городу-курорту Сибирда 141. Настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе устроила мэрия Карачаевска. Здравствуйте на телеканале «Россия-24» вести Карачаева-Черкесия в студии Майя Хамдохова. Сегодня в Карачаево-Черкесии начались трехдневные выборы. Своё конституционное право жители могут реализовать на 251 участке. Сегодня все они открылись в 8 утра. В штатном режиме начали свою работу все 53 участка республиканской столицы. Проголосовать жители Черкеска могут с 8 утра до 20 часов вечера в течение трех дней, как и по всей Карачаевой-Черкесии. На 12 избирательных участках города будут применяться комплекс обработки избирательных бюллетеней. Всего в Черкесии зарегистрировано 85 936 избирателей. Из них 614 впервые голосующие. За ходом выборов в Карачаево-Черкесии будут следить более полутора тысяч наблюдателей. Безопасность и порядок на участках обеспечивают сотрудники правоохранительных органов республики. Эта компания, в принципе, она ничем не отличается относительно других избирательных компаний. На нашем участке всегда большой процент избирателей. Все избиратели активные, приходят с семьями, приходят молодые избиратели. Поэтому, я думаю, и за эти три дня на нашем участке будут люди. Выполнить гражданский долг на участке имени Героя России. Такая возможность появилась у жителей аула «Новая Тибердан», где сегодня с утра открыли избирательный участок номер 135 имени Канамата Хусеевича Баташева. В числе первых избирателей – сестра и племянник Героя, Патья и Атлан Баташева. Также с самого утра на этот участок с гордостью идут десятки жителей, понимая, что их земляк-патриот Летчик Ас ценой собственной жизни выполнил долг перед страной, выбор будущего которой теперь их долг. У ИК номер 135 имени Канамата Баташева расположен в школе, которая также носит имя Героя. А в КЧГУ имени Умара Алиева учреждена стипендия имени Героя России Канамата Баташева. Выплата в размере 10 тысяч рублей ежемесячно будет выдаваться студентам вуза за высокие достижения в учебе, патриотической деятельности и за активную гражданскую позицию. Первый сертификат стипендиата уже вручен студенту факультета экономики и управления, руководителю Ассоциации студенческого патриотического клуба КЧГУ, я горжусь, Амиру Кубекову. В Малом зале Дома правительства Карачаева Черкесии прошло совещание с представителями общественных организаций республики, Министерством образования и науки по вопросам подготовки государственного учебника по учебному курсу «История нашего края» Карачаева Черкесской республики для 5-7 классов. На собрании обсудили вопросы по подготовке учебного материала и об основных целях, задачах данного образовательного курса. Подробнее расскажет наш корреспондент Алихан Лепшоков. В соответствии с несенным в действующее законодательство в сфере образования изменениями в школьный курс для 5-7 классов добавили часы по региональной истории. В связи с этим в республике готовится к изданию государственный учебник по учебному курсу «История нашего края» Карачаева Черкесская республика с 5-7 классов. Открывая совещание, заместитель председателя правительства региона Джанибек Суинов подчеркнул, что активно ведется работа. И сегодня с ней ознакомятся и представители общественных организаций. Мы тоже активно включились в этот процесс. Была создана по поручению главы Карачаева Черкесской республики специальная рабочая группа. Создана, которую были приглашены наши ученые, ведущие наши педагоги, которые специализируются по направлениям. Министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко рассказала о целях и задачах создания учебника, такие как осмысление школьникам исторического опыта своего региона и страны, формирование и развитие самосознания подрастающего поколения. Наш регион входит в число 32 российских субъектов, в которых появится учебный курс по региональной истории с новым государственным учебником. Конечно, подготовка данного учебника. В основе всего этого лежит задача по воспитанию гармонично развитой социально-ответственной личности. Цели изучения этого курса – это формирование и развитие личности школьника. Также Министерством просвещения Российской Федерации был определен ряд основных требований к подготовке учебника по региональной истории. Для подготовки учебника был создан авторский коллектив, куда вошли научные сотрудники и преподаватели КЧГУ и научно-исследовательского института учителей истории образовательных учреждений. Руководитель данного коллектива – доктор исторических наук профессор Рустам Бегеулов. Он ознакомился с содержанием научного труда представителей общественных организаций. Нам было сказано, чтобы история Карачаево-Черкесской республики была максимально синхронизирована с историей России. То есть, в общем-то, в том числе, по тому плану, что если те или иные события затрагивают и Карачаево-Черкесию, и Россию, то они были как бы максимально приближены. Ну, например, тоже не только по современности, что гораздо проще, но и по более древним периодам. По завершению совещания всем представителям общественных организаций передали подготовленный материал учебника для ознакомления с содержанием. В ходе пленарного заседания 9-го Восточного экономического форума президент Владимир Путин подчеркнул, что для повышения объема производства необходимо вводить современные методы и роботизировать процесс. Надо готовить кадры – это важнейшая задача государства. Именно для этого появился новый нацпроект, который так и называется – кадры, отметил Владимир Владимирович. «Достижению озвученной задачи будет способствовать и реализуемый российским производителем образовательной робототехники «Робо» – пилотный проект, который запущен сегодня в школах всех регионов округа по инициативе и за счет личных средств полпреда президента ФСКФО Юрия Чаки», отметил глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. Учебные заведения на Северном Кавказе, в том числе и в гимназии номер 5 Черкеска, получили оборудование для инженерных робоклассов. Все это в рамках поручения национального лидера России по итогам пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени». На базе первого в республике инженерного класса робо можно проводить профессиональные пробы в области программирования робототехники, схемотехники и 3D-печати для социальной адаптации школьников в условиях обновляющегося рынка труда. Для многих учеников неотъемлемой и увлекательной частью образования давно и прочно стала робототехника – занятие, которое развивает мышление, логику и погружает в непростой мир IT с раннего возраста. Кроме того, робокласс позволит педагогам пройти обновленные программы уроков технологии, информатики, физики, а также дополнительные общеразвивающие программы по алгоритмике и креативному программированию – мобильной робототехники. Рашид Тимрезов поздравил юных инженеров с этим событием. Министр сельского хозяйства Карачаева Черкесии Анзор Баташа в ходе рабочей поездки в Адыгихабельский район встретился с представителями садоводческих кооперативов и руководителем предприятия СОК-5642. По поручению главы республики Рашида Тимрезова рассмотрели вопрос по координации работы между кооперативами и крупными промышленными садоводческими предприятиями в части транспортировки, хранения и переработки фруктов. В ближайшее время будет разработан договор о сотрудничестве, удовлетворяющий условиями обе стороны. Из фруктов, выращенных на территории личных подсобных хозяйств, планируется производить натуральный сок под брендом САД-5642. Напомню, в 2019 году по поручению главы региона Рашида Тимрезова была запущена региональная программа по развитию садоводства. На сегодняшний день государственная поддержка была оказана 17-ти сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативам, в составе которых 478 личных подворий. В Черкесии сотрудники Республиканской госавтоинспекции совместно с активистами школьного движения «Юная смена» в рамках недели безопасности дорожного движения провели плановые информационно-пропагандистские мероприятия. Ахмат Халкечев расскажет подробнее. В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, а также снижения дисков травматизма на дорогах, полицейские и их юные друзья запустили информационно-пропагандистскую акцию с говорящим названием «Внимание, дети!». Ну а в зоне особого внимания участки с высокой интенсивностью движения и имеются нерегулируемые пешеходные переходы. Выбрали мы сегодня именно данную, скажем так, локацию, ввиду того, что очень большой транспортный поток на данном участке автодороги и имеется пешеходный переход нерегулируемый, и, соответственно, очень много детишек тоже переходят через данный участок автодороги, ну в том числе и взрослые, конечно, так и переходят. Вот и хотим акцентировать внимание людей на проблематике именно детского дорожно-транспортного травматизма. За первые 8 месяцев текущего года на территории регионов дорожно-транспортных происшествиях пострадало 28 несовершеннолетних, ну а в трех случаях погибли дети. Сегодня сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия. На ваш взгляд, насколько важны и необходимы подобные движения? В нашем городе это, если честно, важно. То есть все-таки есть нарушители у нас? Есть, конечно, особенно сейчас молодежь, какая пошла, даже без прав на машинах ездит. Бывают, не пропускают? Да, конечно, бывает. Для большей эффективности профилактических мероприятий юные друзья полицейских возле пешеходных переходов с помощью специальных трафаретов наносят призывы для взрослых. Возможно, такая ситуация, когда человек думает о каких-то вещах, весь торопится, спешит. И вот подойдя к правильной части, увидев прямо непосредственно в близости от пешеходного перехода надпись с напоминанием о том, как правильно переходить через дорогу, да, что если ты идешь особенно с ребенком, чтобы ты обязательно держал ребенка своего за руку, чтобы ты переходил дорогу, посмотрев по сторонам в обязательном порядке, чтобы ты не переходил рядом с пешеходным переходом, а непосредственно по нему, да. Вот эти моменты все, конечно, в голове у человека будут по новой срабатывать, и он уже будет действовать уже так, как положено по закону. Хоть и наблюдаются тенденции снижения общего числа пострадавших, тяжесть последствий возросла, с сожалению, отмечают полицейские. В общем, уровень культуры повысился. А как вы думаете, благодаря чему? Скорее всего, наша полиция хорошо работает, прекрасно. Они когда на месте, все прекрасно происходит. То есть никто не нарушает, когда сотрудников наблюдают? Да, 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 я это и хотел сказать. Ахмат Халкищев, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия. В День солидарности в борьбе с терроризмом сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии провели с воспитанниками Республиканского социально-реабилитационного центра «Надежда» тематическое занятие «Наш мир без террора». Капитан юстиции Ольга Майорова рассказала детям, что терроризм представляет собой одно из самых страшных преступлений. Офицер пояснила, что террористы с особой изощренностью идут на совершение противоправных действий, чтобы достичь своих целей. Также дети узнали о важности соблюдения правил антитеррористической безопасности, необходимости проявлять осмотрительность во время пребывания в общественных местах, а также не общаться с незнакомыми людьми ни под каким предлогом. «Наша с вами задача – сохранить жизнь себе, своим, родным и знакомым», отметила капитан Ольга Майорова. В завершении встречи в индивидуальном порядке дети задали все интересующие их вопросы, на что получили исчерпывающие ответы от сотрудников Росгвардии. Свой 141-й день рождения отметил город-курорт Тиберда. Яркая концертная программа, спортивные состязания и угощения местной национальной кухни сделали праздник действительно запоминающимся. Ахмат Халкечев продолжит. Местом притяжения в этот праздничный день стала и без того немалолюдная береговая зона легендарного озера Каракель. На ярко оформленной сцене мощной порцией позитивного настроения гостей торжества заряжали выступления артистов и эстрадных исполнителей. Приятной новостью для жителей города именинника поделился мэр Карачевского городского округа Марат Урусов. Он подчеркнул, что в свой день рождения Тиберда отмечает не только достижение прошлого, но и то, что ждет ее впереди. Наша общая цель – просветание и благополучие нашей малой родины и великой страны в целом, подытожил городоначальник. Отдельно хочу поздравить с тем, что город Тиберда отныне стал городом федерального значения. Такое решение принято правительством Российской Федерации и уже документ подписан председателем правительства Российской Федерации. Теперь наша Тиберда наравне с 55 курортами страны входит в список курортов федерального значения. У каждого своя Тиберда, своя история любви к ней. Для кого-то это курорт, романтика горного туризма. А для научно-педагогического сообщества региона Тиберда – это история про огонь просвещения, которую зажгли здесь великие умы прошедших столетий, сказал ректор Качегулу Таусултан Узденов. Для научно-педагогического сообщества, которое я здесь представляю, Тиберда – это история про свет, история про огонь просвещения, который зажгли здесь больше ста лет назад. Ислам Пашаевич Крымшамхалов – первый просветитель, художник, поэт Карачаево-Черкесии. Исмаил Акпаев – автор первого учебника на Северо-Западном Кавказе и первый книгопечатник Карачаева-Черкесии. Это история про замечательный род просветителей Халиловых. Жители Тиберды уверенно смотрят в будущее. Никто не сомневается, что вместе они строят лучший город на земле. Очень красиво, все очень нравится. Сейчас будем ходить, все обходить, смотреть. Все самое лучшее здесь. Горы, красота. Радостно, что мы здесь живем. Безо всякого приюлечения Тиберда является жемчужиной и эталоном природной красоты для всей нашей огромной страны. Любой, кто хоть раз в жизни посетил это сказочное место, навечно влюбляется в него. Много-много мест посетили в этом году. Мы здесь впервые. Впервые? Да. Раньше подозревали, что есть в России такие уголки? Честно говоря, только слышала. Но друзья очень посоветовали, и мы приехали сюда, и не пожалели. И мы вернемся сюда не один раз точно. Мы приехали за вашим очень вкусным айраном, и нам сказали, что он будет только здесь сегодня. Драдушие местных жителей, оно делает этот край еще более чудесным. Я была в музеях, мне понравились украшения, оружие. Впечатляет просто сама древность. То есть это было несколько веков до нашей эры. В честь праздника Дня города администрации были организованы всевозможные увлекательнейшие культурные и спортивные мероприятия. Ну а традиционные угощения карачайской кухни, хачины с айраном, особо понравились нашим гостям. Они спросят. То есть не успеваешь их печь. Просто на вкус. Очень вкусная блюда. А с чем это связано? Не могу сказать. Как вам? Айран, как вам хачины? Очень вкусно, очень вкусно. Приехали первый раз сюда, очень довольные. Красота полностью. Сегодня поднимались в горы высоко, в Донбай. Очень понравилось. Первый раз здесь отдыхаем. Безумно понравилось. Теперь будем сюда только приезжать. Да, очень понравилось. Вся наша семья, все очень довольны. Сам курортный город хоть и был заложен в 1868 году, название Тиберда по одной из версий с карачаевского переводится как «Божий дар». А называли местные эту заповедную долину издревле так не только из-за завораживающей красоты природу, но и за целебный воздух. Ахмат Латхичев, Ренат Муков, Вестикарчаево-Черкесия, Тиберда. В стране скоро стартует ежегодный конкурс МВД России «Народный участковый». Он является примером открытого партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Конкурс проходит в три этапа. Первый пройдет с 11 по 20 сентября посредством онлайн-голосования на официальном сайте МВД по Карачаево-Черкесии. Будут определены лучшие участковые, уполномоченные полиции каждого территориального органа МВД России на районном уровне, которые выйдут во второй этап конкурса. Он состоится с 7 по 16 октября. Жители региона также смогут проголосовать на официальном сайте МВД по Карачаево-Черкесии за лучшего, по их мнению, участкового республики. Третий этап конкурса, после которого будет определен победитель, пройдет с 1 по 10 ноября. Голосование будет организовано на сайте МВД России или информационного партнера конкурса. Участники третьего этапа награждаются почетной грамотой Министерства внутренних дел России. Далее в нашей программе интервью с одаренной художницей и мастером по росписи на ткани Дианой Качкаровой. С ней встретилась Белла Джозаева. Белла Джозаево-Черкесия и мастером по росписи на ткани Дианой Качкаровой.